Так, доброе утро, дорогие друзья! Как меня слышно, у нас сегодня будет урок «После рожи жена», первый урок, и он как раз с Котеля, с очень святого места. Это как раз место рядом со стеной, там, где раньше стоял первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм. Это место как раз, где когда-то Авраам приносил жертву Искака. И как меня слышно, кстати, мне интересно, как слышно. Напишите, пожалуйста, по десятибальной шкале как звук. Картинку-то я могу оценить, что картинку видно хорошо. А как звук? Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале какую-то цифру. По десятибальной шкале какую-то цифру жду, что кто-то в комментариях напишет, как звук. Мархать Матова, Яков Шатадин, шалом, шалом. Да. Какой звук? Поставьте циферку, 10-10. Все, Максим Беренчукский, 10-10, это отлично. А то я в наушнике, и мне непонятно было, как слышно. Хорошо, значит, у нас только что прошел Рожа Шана. Только что закончился у нас два дня, когда был день суда. И сейчас идет у нас очень важный период, который называется Астер-Эт-Амейт-Шива, 10 дней раскаяния. И как раз в эти дни они предназначены просто для того, чтобы сделать шиву, вернуться ко Всевышнему. И мы сегодня чуть-чуть посмотрим недельную главу. Как раз по хитос мы идем. Хитос, недельная глава. И, значит, после этого мы как раз чуть-чуть поговорим про шиву, как правильно сделать шиву. Тоже очень-очень интересно. Сегодня в хитос есть рассказ о том, как Мадитми из Межерич объяснял, как сделать шиву. И как Зуши Меониполя был у него один из учеников. Он сказал очень-очень сильные там такие нюансы, которые очень нам помогут. И, конечно, всем Гриша Цибульский желает легкого апостата. Циумкаль сегодня как раз пост. После двух дней праздника, большого праздника. А праздник, как всегда, связан с едой. В северинские праздники связаны с едой. Надо много и изотерически, и мистически кушать. То есть не просто кушать, а кушать в Песах Маца, в Рошашина. Мы едим разные-разные такие виды овощей в основном. Ну, не только овощей. И каждому виду еды даем пожелание, благословение. И это благословение, оно даже с именем Всевышнего некоторые говорят, яйца, чтобы была воля перед тобой, Бог. И мы желаем друг другу, себе, чтобы было очень-очень все в этом году хорошо. Хорошо. А как раз, но мы все равно давайте начнем с того, что отрывок сегодняшний из недельной главы, он, значит, он как раз, Бог сказал, Бог сказал Моше, сказал Бог Моше Рабейну, он так ему сказал, Вае Марашем Эль Моше Эн Карву Ямэ Халамут. Значит, сказал Бог Моше, вот, говорит, все, приблизились твои дни к смерти. Все, пришел срок всему живому в этом мире, всему живому, именно имеется в виду, живому материальному в этом мире есть свой срок. Срок и, значит, Бог сказал, Бог сказал Моше Рабейну, что значит, и Кара Эт Йошуа Вейтятсву Бо Эль Моэд Ва Цавейну. Значит, он ему говорит, позови, говорит, Йошуа Беннуна, то есть, Йошуа Беннуна, это был ученик Моше Рабейну, которому Бог сказал передать вот это вот управление народом Израиля. И говорит, идите вместе в Оэль Моэд, это было специальное место, где Бог разговаривал с Моше Рабейну, был специальный шатер, шатер откровения, вот так переводишь, шатер времени, там, он был за пределами Стана, и там прямо было явно божественное присутствие. И пошел Моше Йошуа в Эт Йошуа, в Эт Йошуа, и пошли они, и стали они в Оэль Моэд, стали они в этом шатре откровения вдвоем. Значит, и что, ваэра, и показался, и показался Бог в этом шатре как Амут Анан, как стол дыма, стол дыма. Вот представьте себе, да, такой шатер, и они вдвоем идут два, Моше Рабейну и Йошуа Бену, и они подходят к этому шатру, и тут на него опускается такая, как сверху, как стол такой дыма, и значит, ваэмо, тамут Анан, альпетахаоль, и стоял этот стол дыма возле входа в шатер, и сказал Бог Моше, и на шоке в има ва сэха, он ему говорит, все, вот ты ложишься со своими отцами, с твоими отцами, то есть мы отсюда видим, что человек, когда уходит из этого мира, он уходит в следующий уровень, где уже его ждут его предыдущие поколения, и он говорит, вот ты ложишься со своими отцами, он говорит, и встанет народ этот, и начнет изменять, и прямо Бог ему говорит, и встанет народ этот, который ты управлял, и чтобы все выздоравливающие, чтобы выздоровели, чтобы все, кому нужно выздоровление, чтобы получили его от Всевышнего, именно знали, что оно от Всевышнего, чтобы силой молитвы, силой веры, чтобы все, кто нуждается в оздоровлении, выздоровели, и чтобы вот это вот обновление цикла, сейчас вот идет как раз новый цикл, начался новый год, и чтобы те, кто нуждается в оздоровлении, чтобы его получили. так вот, сказал Бог, значит, сказал Бог, сейчас секундочку, мне нужно сделать так, чтобы, чтобы было видно лучше, но почему-то мне не видно, не видно, но мне не видно, вам видно, я думаю, что, дай Бог, чтобы вам всем хорошо было видно, слышно хорошо, все, значит, смотрите, очень важный отрывок, значит, Бог прямо говорит, Машер-Абейну, перед уходом его из этого мира, он говорит ему очень такие важные слова, это как бы Тора, каждый год мы это читаем, глава Вайлэх, он ему говорит, когда ты ляжешь со своими отцами, ты уйдешь из этого мира, и встанет народ этот, и начнет изменять за богами другими, богами той земли, чужими, которые он приходит туда, и оставит меня, и разрушит, разрушит, и феррит бритти, он разрушит союз со мной, представляете вообще, а Шер-Карати и то, который я с ним заключил, то есть, Всевышний, последние все главы, мы видим, что Всевышний был один союз, второй союз, дарование Тора, когда был первый союз, то есть, Всевышний, он идет в союз с еврейским народом, и тут же, когда Машер-Абейну уходит, он ему говорит, все, говорит, ты уйдешь сейчас, а народ этот, он оставит союз, объясняют комментаторы, что когда написано и встанет, значит, написано в Экама Амазе и встанет этот народ, что имеется ввиду встанет народ Азе, это не эти, которые видели Бога, не те, которые заключали союз, это уже следующее поколение, встанут они, следующее поколение, которые уже не видели всех этих чудес, и значит, они, они начнут идти за Богами той земли, куда они пришли, то есть за идолами, сейчас вот разберем этот момент, очень он важный, в Эхарапи, Бог говорит, предупреждает, вот это прям 17-й отрывок, Он предупреждает, я разгневаюсь, прям, говорит, разгневаюсь, и в этот день, и я их оставлю, и уберу я лицо свое, свой лик от них уберу, то есть я перестану им давать благословения, и говорит, а тогда, если я от них уберу свое божественное присутствие, тогда что будет, найдут их очень много, значит, сорот неприятностей, зла там и так далее, многочисленной неприятностей, и сказал в этот день, и сказал в этот день, и скажут они в этот день, именно когда придут неприятности, скажут они в этот день, значит, почему, Потому что нету Бога среди нас, нету Бога, не помогает Бог. Когда Бог помогает, все идет, во всех сферах идет, прет. И в этот момент, вот сейчас мы узнаем, почему же это произойдет. Значит, и Бог говорит Машарабейно, и тогда говорит Потому что нету Бога внутри меня, найдут меня все вот эти вот плохие вещи. А Бог говорит, а я закрою, скрою, скрою свой лик в этот день. Он говорит, скрой его за все то зло, которое они сделали. Потому что обращались они к Богам в других. То есть, когда человек оставляет Бога, он оставляет Бога, невозможно ни во что не верить. То есть, обычно человек, который начинает меньше верить в Бога, он начинает больше верить во что-то другое. Это как весы такие, да? То есть, кто-то начинает верить в атеизм. Становится верующий атеист, он верит, что он обезьяна и все. Кто-то начинает верить в какие-то там философские системы. Кто-то начинает верить в, если меньше в Бога, больше в себя. Он говорит, это я все сделаю. Обычно с этого все начинается. Когда начинается вера в себя, там заканчивается вера в Бога. То есть, человек говорит, это я сделал, это я, красавчик. Теперь, значит, в любом случае, Бог говорит, они оставят меня, и на них придется это зло. Они это поймут. Когда человек, у него неприятности, он в какой-то момент понимает, что он беспомощный. Именно в момент неприятности человек понимает, что он беспомощный. И тогда он обращается к Богу. До неприятностей, когда все хорошо, человек обычно начинает гордиться. Есть такое выражение в Мишле. Лифней шевер, лифней шевер гаон. Перед крушением вознесения. И Бог говорит, запишите это как песню. И следующая глава, Азина, это будет та песня, в которой это все еще раз изложено. И, значит, он говорит, запиши это как песню, то, что я сейчас сказал. И, значит, научи их всех. Пусть они положат в свои рты, пусть они запомнят и говорят это. Чтобы была эта песня мне свидетелем в моих отношениях с народом Израиля. То есть Бог сказал очень четко, понятно, дал вот эту схему, что как только уходят такие великие учителя, как Машер Абейну. Он говорит, ты пока был Машер Абейну, Машер Абейну их сдерживал. Он видел все, что происходит. Он был учитель и он был лидер. Он был и царь, и учитель. Но сейчас он уходит. Потом был его ученик, лидер, да, и царь. Это Юшуа Бенун. Юшуа Бенун уже, он не был как Машер Абейну. Он уже забыл, там, 3000, Аллахот, есть такое предание, 3000 законов. Он сразу же забыл, когда он только стал вместо Машер Абейну. То есть Машер Абейну, он был пророк из пророков. Он был соединен со Всевышним полностью. Теперь, но когда уже умер Юшуа Бенун, и все то поколение, которое еще видело Машер Абейну, зашло в землю Израиля, стало новое поколение. А новое поколение что видит? Оно видит, что все хорошо, все отлично. Вокруг живут народы, которые верят в каких-то идолов. И у них тоже, вроде бы, на первый взгляд, все отлично. Они не понимали, что это все вроде бы и на первый взгляд, и что осталось вот этим народам там всего ничего существовать, потому что чаша грехов этого народа наполнилась, и он исчезнет. Они не видели, что то, что у них сейчас все хорошо, это пришло потому, что Всевышний вывел евреевский народ из Египта, из дома рабства, они были рабами. То есть человеку, у которого все хорошо, ему проще всего сказать, вот я красавчик. Ему проще всего предположить, что так оно и будет продолжаться. И в этот момент он отворачивается от Всевышнего, и Всевышний отворачивается от него. А когда Всевышний отворачивается от человека, ему ничего не поможет. То есть у него начинает все сразу в жизни рушиться, и происходит это в один момент. И вот, значит, но всегда есть возможность вернуться к Всевышнему. Это то, как раз, что сейчас мы должны сделать, и то, что сейчас происходит, рожа шана. Два дня мы говорим Богу, ты царь, ты царь. То есть не просто ты царь, а ничего нет. Ни одного движения, ни одной молекулы, ничего в этом мире не действует помимо тебя. Что все в этом мире, это вначале первичная духовность, а потом уже материальность. То есть это все проекция. И та материальность, которая нам кажется устойчивой и надежной, она вообще не надежная, она вообще не устойчива. Материальность, это ученые даже доказали, это вообще энергия. То есть все это энергия. И то, что нам кажется, что следующий момент будет такой же, как предыдущий, то доказали уже тоже ученые, сейчас замечательная книга «Черный лебедь». Доказали, что это одна из самых больших иллюзий, в которых просто человек пребывает, надежда, что все будет точно так же, как было до этого. Потому что есть одна только в мире постоянная константа, которая точно абсолютная константа, что все в этом мире ненадежно, все в этом мире меняется. И в этот момент, когда человек выходит из иллюзии надежности и стабильности, и он понимает, что все от Бога, потому что предсказать духовность ты не можешь, так как весь мир структурированный. Если материальным миром еще можно предположить, что управляет человек, то духовным миром человек точно не управляет. И в этот момент мы, бросаешь она, мы сказали Богу, ты царь, ты управляешь миром, все от тебя, все. Теперь есть 10 дней, то, что называется, 10 дней раскаяния. И вот здесь надо понять, что слово раскаяние и чува – это немного разные вещи. Чува – это возвращение, а раскаяние – это процесс осознания и понимания, что мои действия были неправильными. И куда я возвращаюсь? Я возвращаюсь к изначальному своему чистому состоянию связи со Всевышним. Есть исходная предпосылка, что у человека внутри есть душа, и это и является его основным самоопределяющим фактором. Не его вещи, не его профессия, не его имя и фамилия, а я и даже не его профессия. А я, человек, это его душа. А все остальное – это наносные такие слои производные. И возвращение Чува – это вернуться к своему источнику, к своей чистой душе, которая соединена со Всевышним. Как утром мы говорим, каждое утро благословения, «Элукай, Бог мой, нишамашин ата таби теорайи». Что та нишама, та душа, которую ты дал в меня, теорайи, она чиста. А та брата, ты ее сотворил. А та и царта, а та нефахтаби, ты ее сотворил, ты ее сделал, ты ее вдохнул в меня. Ва ата мишамрабы терби, ты мало этого, ты держишь-то ее во мне. То есть это заснул, проснулся, опять живой. Но почему это происходит? Бог держит душу в человеке. Ва ата мишамрабы терби, ва ата титлит ламы мене, а в будущем ты ее заберешь у меня. Ва ата титлит ламы мене, у казира биля титлаго, и вернешь ты мне ее для грядущего мира. И так далее. То есть чува это вернуться к вот этому состоянию чистоты и связи со Всевышним, полного осознания, что Всевышний хозяин, царь мира, все от него. И вот в этом состоянии, когда ты это осознаешь, тогда появляется сила молитвы, тогда появляется сила, вообще, ну, другая жизнь. То есть это совершенно другая проекция. Ты попадаешь в момент шувы, ты попадаешь в другой мир, совершенно та же, вроде бы внешне для кого-то все осталось прежним, для тебя все по-новому. Это чува называется, это раскаяние. Теперь сказал Мадид из Мейджеричи, это было в сегодняшнем хит, это очень важно есть своим ученикам. Он говорит, «Вышав эль Ашем элокеха». Он говорит, вот вдумайтесь в эту фразу, «Вернись к Ашему». Ашем – это юткевавкей, это имя Всевышнего, которое за пределами структуры. То есть есть Всевышний бесконечный, есть Всевышний непостижимый. И потом Всевышний создал мироздание, которое управляется его качеством, которое называется Элоим, Всесильный. И вот этот Элоим Всесильный – это одна и та же дематрия, одно и то же числовое значение со словом «атева» – «природа». То есть Всевышний создал все законы природы, мироздания, но это все структура. А есть Всевышний, который до структуры, бесконечный творец, творец-создатель. И есть Всевышний Всесильный, который управляет созданием. Так вот, нужно вернуться Адашем, то есть вернуться до Всевышнего, до связи с тем Всевышним, который до структуры, и сделать его Элакеха, сделать его своим Всесильным, чтобы все в этом как бы соединиться, идти только с ним в резонансе, с его волей. Это так надо сделать Шиву. Как сказал Радзуш из Аниполя, он говорит, мне это, говорит, очень сложно постигнуть, как невозможно постигнуть умом непостижимого Всевышнего. Также, говорит, мне очень сложно постигнуть саму эту идею, как вернуться к Богу непостижимому и сделать его своим Всесильным. Но, говорит, Зуш из Аниполя, я возьму слово Чува на еврейке, Чува это раскаяние, это состоит из пяти букв. Я его разобью на пять этапов. Каждая буква будет давать не один этап возвращения. И нам сейчас вот из этого, то, что сказал Рэбзуси, понятно станет, вот что за пять этапов Чувы. Очень интересно. Значит, первая тав, буква тав, да, это тамим тиеема шемела кеха. Будь тамим, это чистым, невинным таким, да, простым, с Богом Всесильным твоим. То есть, по-простому Зуш из Аниполя сказал, что очень важное качество это не умничать, не выдумывать, а по-простому выполнять заповеди. Быть тамим. То есть, если проснулся, надо сказать, значит, кушаешь тамим, тамим с Богом Всесильным твоим, то есть, простым. Это Т. Ш, это ШВИСИАШЕМЛЯНАГДИТОМИТ. Представляй, что ты все время стоишь перед Богом. То есть, ШВИСИАШЕМЛЯНАГДИТОМИТ, это представляет, что ты все время находишься перед Всевышним. Помни о нем, что ты все время находишься перед Ним. Это второе, это как буква Ш. ШВИСИАШЕМЛЯНАГДИТОМИТ. ВАВ, это главный принцип взаимоотношения с людьми, вся тора находится внутри этого принципа и этот принцип называется и возлюбить ближнего как себя то есть с ближними надо строить отношения только на основе любви и с собой внутри надо строить на основе любви в автолера это много возлюбить ближнего как себя бет бет это посуд который говорит на всех своих путях познавая его и познавая его то есть когда тебе надо принять любое решение посмотри а что хочет всевышний и он выпрямить все твои дорожки то есть даже в тех ситуациях которые не регламентируют закон аллаха то есть есть вопросы мировоззрения выбора и так далее на всех своих путях познавай бога прежде всего пойми что бог хочет где всевышний где ближе ты можешь приблиться ко всевышнему это четвертая буква и буква это от 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 сняла это маша мала кэха ходи в скрытности с богом всесильным своим то есть без афиширования без понтов без каких-то вот этих вот почестей не гнаться за кого дав не гнаться за какими-то внешними делами быть более внутренним более таким знаете понимает а внутренним и получается тогда вот этот шва сказал рэбзуси тогда я понимаю как как мне вернуться от ашем как вернуться до самого бога то есть как соединиться с непостижимым богом в себе потому что он же душа это кратчасть этого непостижимого бога и значит сделать его своим всесильным все я желаю всем нам чтобы мы в эти 10 дней чего вы как которые предназначены мы сейчас именно должны делать эту шву раскаяния потому что всевышний в эти 10 дней максимально приближен к миру и ты можешь прямо в эти 10 дней полностью стать новым человеком и йом-ки-пур осталось до йом-ки-пура получается неделя в йом-ки-пур искупление происходит грехов те кто успеет сделать шву они полностью очищаются и выходит с йом-ки-пура новый человек вообще новая модель близки ко всевышнему полностью в ну там что что из этого следует мы дальше изучим все всем хорошего дня всем хорошего дня и марха тимантова чтобы всех запечатали в хорошей книге уже записи произошли сейчас мы идем к тому чтобы еще можно исправить переговор следующего года и чтобы всех записали книгу жизни хорошего дня удачи успехов